Здравствуйте! Не так давно совсем весь мир облетела новость о том, что нейтрино в эксперименте, вот так скажем, швейцарско-итальянском, но на самом деле международной, там и российские ученые были задействованы, нейтрино обнаружили сверхсветовую скорость. Эксперимент ставился так. Пучок на ускорителе в Швейцарии рождал поток всяких частиц, которые распадаясь образовывали нейтрину. И дальше этот пучок нейтрину через 800 с лишним километров регистрировался в Гранд Сассо в Италии, в подземной нейтринной лаборатории. И вот оказалось, фиксировалось время, когда генерируется этот пучок в Швейцарии, моменты регистрации частиц здесь в Италии, вернее там в Италии, тоже не здесь. И оказалось, что прилетают нейтрино быстрее, чем скорость света. Вот какой ужас. Вот так вот оказалось. Проверяли, проверяли, придирались, придирались. Все вот так вот и получается. Между прочим, прошло некоторое время. У нас даже такая передача собеседники была. Приходил академик, теоретик, говорил, что не может просто этого быть, потому что тогда вся наша теория развалится. Вот. Хотя кто его знает, ну, все вроде у них было учтено. Знаете, что оказалось в конце концов? И, кстати, об этом почти никто не знает, заметьте. Это общее правило такое. Сенсацию все рассказывают, а когда она сенсация рассыпается, ну, где-нибудь мелким шрифтом про нее пишут. Оказалось следующее. А прибор, который как раз задает момент привязки по времени, он содержал волоконно-оптический разъем. Да, значит, волоконно-оптический разъем содержал, да? Понимаете, да? Как вот у нас бывает разъем электрический, это волоконно-оптический. И вот он, волоконно-оптический разъем, недостаточно плотно прилегал. И в нем возникала дополнительная некая задержка, да? Задержка светового, это сам сигнала. Ну, и вот эти вот задержки светового сигнала, как будто в Италии думали, что как будто бы там, в Швейцарии, чуть позже, на вот несколько этих вот наносекунд происходит импульс, да? И вот они эту ошибку-то и допускали. Вот за счет этой вот маленькой ошибки. А когда приткнули правильно разъем, эффект исчез. Вот, между прочим, это стандартная ситуация для контактов между средствами массовой информации и вот наукой и техникой, как генератором всяких вот новостей, да? А все, в общем-то, наука нам регулярно генерирует новости всякие. То на Луну слетают, то на Марс запустят какой-нибудь космический аппарат, то частицу новую откроют. Генерация шла сплошь и рядом. Я вот помню, такой был случай. Это был стык 50-х и 60-х годов. Правда, случай был не у нас, а в Америке. Значит, средства массовой информации сообщили ужасную новость. Со ссылкой на кого-то там, видимо, на компетентные органы сообщили, что Советский Союз обогнал Соединенные Штаты по количеству носителей ядерного оружия. О, ужас! Америка может вот проиграть в гонке вооружения. Это же такое спортивное мероприятие, гонка вооружений. Ну, как же так? Как допустили, как не доглядели? Дополнительные ассигнования отпустили, все как положено. Ну, когда все это закончилось на Капиталистском холме, деньги были, значит, ассигнованы, мелким шрифтом где-то один раз сообщили. Вы знаете, тут ошибка у нас вышла. Советский Союз, оказывается, не догнал Соединенные Штаты по количеству носителей ядерного оружия. Он отстает от него в 30 раз, да? Но была такая необходимость устраивать такой шум, когда Советский Союз в 30 раз отставал от Соединенных Штатов в тот момент по количеству носителей ядерного оружия. Нет. Или вот помните еще был случай, там совсем непонятно, кто был заинтересован. Про ядерную зиму. Это знаменитая история о том, что если случится глобальный термоядерный конфликт, земля замерзнет, и вся жизнь на земле погибнет, да? И прошло какое-то время, и мелким шрифтом, тиражом это было 19 с чем-то тысяч экземпляров, один раз сообщили, даже не в статье, а в такой маленьком подвальчике, о том, что вышла ошибка. На самом деле, в обе группы исследователей не учли оседание сажи. Вот так. Маленьким, мелким шрифтом. Всех благ вам, удачи, до свидания. Продолжение следует...